Теперь разберемся с MySQL и посмотрим на базу данных PHP MyAdmin. Чтобы перейти в пункт управления, нам потребуется запустить MPC и перейти на домик, то есть перейти на домашнюю страницу. У нас запускается домашняя страница нашего Apache, то есть здесь у нас находится весь пункт управления. Мы находим Database Tools и здесь у нас есть PHP MyAdmin. Переходим на него. У нас запускается приветственное окно. Здесь потребуется ввести пользователя и пароль. Для пользователя необходимо ввести root. Вводим root. Для пароля необходимо ввести MySQL. Авторизация. То есть, еще раз, root в качестве пользователя, MySQL в качестве пароля. Мы попадаем с вами на главную страницу нашей с вами разработки. Необходимо будет создать свою базу данных для нашего сайта. Давайте это сделаем. Перейдем сверху на вкладку базы данных. У нас открывается настройка базы данных, которую мы здесь можем создавать. У вас изначально могут быть уже четыре базы данных стандартные. Их нам трогать не нужно. Если же здесь у вас список пуст, то в этом нету тоже ничего страшного. Мы будем создавать свою. Значит, имя базы данных. Значит, имя базы данных. Давайте пусть будет у нас social site. Можно написать с маленькой буквы. Social site. Кодировку мы с вами оставляем. utf8.general.ci и нажимаем создать. После создания нашей базы данных она появится у нас слева. И мы видим, что пока что в ней ничего нет. То есть структура этой базы данных пуста. Сам phpMyAdmin нам как раз таки об этом и говорит. Что таблица в базе данных не обнаружена. Давайте попробуем создать тестовую таблицу. И посмотрим, как это все работает. Значит, имя таблицы у нас будет users. У нас создалась с вами таблица. И есть ее структура, которую необходимо заполнить. Значит, мы с вами в имени будем использовать ID. В качестве ключа. В дальнейшем мы с вами посмотрим, как это делать. Далее давайте используем какой-нибудь никнейм. Напишем никнейм. Далее логин. E-mail. И предположим еще таблиц. На самом деле структура таблицы может изменяться в зависимости от логики работы. Пока что данные поля будут тестовые. В дальнейшем мы будем изменять нашу структуру и делать по необходимости под нашу структуру. Прежде чем мы с вами будем сохранять данную таблицу, давайте попробуем сделать все то же самое, только через PowerShell. То есть поработаем с языком запросов. Для этого нам необходимо перейти в специальную папку нашего MPC. Нам необходимо перейти на диск, где остановлен MPC. Затем перейдем на MySQL. И только затем мы с вами проследуем до папки BIN. Открываем данную папку. И внутри этой папки, с помощью правой кнопки мыши, мы вызываем терминал. Мы сразу с вами видим, что вызвался терминал. И сейчас будем прописывать команду запуска на MySQL. Нажимаем точка. Обратный слэш. MySQL. В качестве параметра передаем юзер. Это у нас root. И пароль. Значит, нас потребуется ввести пароль. Пароль у нас будет MySQL. Вводим его. И нажимаем Enter. То есть все, мы с вами зашли в MySQL Monitor. И теперь можем выполнять команды. Давайте посмотрим на некоторые команды работы с базой данных. Напишем сюда show database. Здесь show databases. И поставим точку запятой. Далее нажимаем Enter. И сейчас нам с помощью данного запроса выводится информация о всех базах, которых у нас можно сразу же заметить. Они у нас присутствуют на нашем phpMyAdmin. На самом деле таких команд довольно-таки много. Не только show databases. Существуют команды создания базы данных. Это create. Также команда удаления, delete, drop. Команда выхода, exit. Команда записи, insert и так далее. Все эти команды мы в большинстве случаев еще увидим и с ними поработаем. Теперь давайте попробуем посмотреть на команду ожидания команды в MySQL. Если мы напишем тире, затем угловую скобочку, то наш обработчик будет ждать тест на команду в дальнейшей строке. Чтобы выйти из объявления команды, можно нажать Ctrl-C. Выходим и возвращаемся обратно в MySQL. Теперь попробуем создать базу какую-нибудь тестовую. Create database. Поставим точку запятой. Нажимаем Enter. Видим, что наш запрос успешно выполнен. И database должна быть создана. При этом, если мы введем команду use, потом напишем название нашей database, useTest, то MySQL также выдаст сообщение о том, что данная, база данных выбрана, и мы можем в ней что-то делать. Например, можем создать пользователя и выдать ему права на использование нашей базы данных тестов. Давайте это и сделаем. Напишем команду create, то есть создание, create user, через одинарные кавычки напишем имя, пусть будет Илья, create user Илья, далее identified, identified, by, и в качестве кавычек передаем 1, 2, 3, 4. Далее ставим точку запятой. То есть я создаю юзера, индифицирую его как 1, 2, 3, 4. Нажимаем Enter. Видим, что у нас с вами ошибка в SQL. Давайте разберемся с данной ошибкой. Значит, здесь у меня неправильно написано identified. Попробуем стрелочкой вверх обратно вызвать данную команду. Уберем буковку N. И теперь должно быть все правильно. Так, нет. Где же еще ошибку я допустил? Так, и den, и den, и fight. Вот, все верно должно быть. Еще раз пробуем, все. Теперь у нас работает. То есть мы создаем юзера Илья, который у нас будет индифицироваться по 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь можно попробовать выдать как раз-таки все права данному созданному пользователю. У нас есть команда grant, grant all на базу тестов нашему пользователю Илья. Ставим точку запятой. Нажимаем Enter. Все, то есть все права мы с вами только что пользователю выдали. Опять же, эти команды, их довольно-таки много. То есть здесь можно было расписывать и изменения, и редактирование, и удаление. Но мы пока остановимся на этом. То есть мы посмотрели, что в принципе через командную строку тоже можно работать. Но есть определенный момент, то в какой-то степени это не совсем удобно, и в большинстве случаев нужно хорошо понимать язык запросов. Теперь давайте напишем команду exit. мы с вами вышли из MySQL, и теперь вернулись в корневую папку. Теперь попробуем перезапустить наш апатч, и выдать снова команду на подключение к MySQL. В первую очередь нам нужно вернуться к MPC. Здесь отключить MySQL. Видим, что нам выдалась команда о том, что MySQL остановлен. Далее опять его перезапустить. Ждем, когда MySQL перезапустится. Все, он перезапустился. И снова запускаем нашу командную строку. То есть мы вышли в корневую папку. Теперь нужно ввести заново пользователя и пароль. Только перед этим мы здесь поменяем root на того пользователя, который мы создавали уже ранее. или нажимаем Enter. У нас просят пароль. Мы его делали как 1, 2, 3, 4. Вводим. Все, мы попадаем сейчас на работу с MySQL и можем воспользоваться командой showdatabase, showdatabases, который мы делали ранее. И с вами видим, что сейчас все базы отображаются, при этом в этих базах есть наше созданное ранее тестов. То есть таким образом мы посмотрели на то, как работать можно с консолью. А дальше давайте посмотрим на работу Apache через phpMyAdmin. Закрываем командную строку. Переходим домой. Обратно заходим в phpMyAdmin. Перезапускаем. То есть обновляем наш localhost. И видим, что здесь добавилась база тестов. Давайте зайдем в нашу базу тестов и добавим здесь новую таблицу. Таблица в базе данных не обнаружена. Создать новую таблицу. Значит, имя таблицы у нас будет тестовая, table. Количество столбцов. Давайте еще раз делаем 5. Создать. Итак, имя таблицы table. Теперь нужно заполнить поля. Значит, первое поле id. Далее, пусть у нас будет поле name. Затем, предположим, мы хотим иметь возраст age. Далее, у нас какой-нибудь логин должен быть. И пароль. То есть примерная структура вот будет у нас такая. Также мы должны настроить тип для каждого поля. Значит, id у нас будет integer. Name мы поменяем на varchar. Причем, при наведении на каждый тип, phpMyAdmin нам дает понимание того, что это такое. То есть, это строка переменной длины. И здесь можно давать максимальную длину. Далее, age у нас будет также интовым. Здесь также можно прочитать описание. Логин мы поменяем на varchar. И пасворд тоже сделаем varchar. Итого, структура у нас получается вот такая. При этом, если обратить на остальные параметры, такие как длина, значение, соответственно, здесь можно задавать определенную длину. То есть, если мы хотим в пределах, там, ста символов. Также есть по умолчанию параметр. Это значение, соответственно, если здесь ничего не писать, то и ничего не будет по умолчанию стоять. Сравнение. Это тип кодировки. Его можно ставить на определенные поля. Что касается null, значит, если у нас поле может быть пустым. Индекс. При указании здесь оптимизируются наши данные для выборки. То есть, определенные параметры. Что говоря, первичный ключ. Также здесь есть автокременция, когда мы хотим, чтобы создавались автоматически новые строки. Но мы опять посмотрим эти параметры позже, когда будем заниматься созданием нашей первоначальной базы данных. А пока что в тестовом режиме. Посмотрим, как это все происходит. Внизу у нас есть кнопка «Сохранить». Нажимаем на нее. Итак, введите верную длину. Длину мы не хотим. PHPMyAdmin нам сообщает. Давайте сохранить еще раз. Так, пожалуйста, введите длину. Так, хорошо. Ну, если так требуется, давайте введем здесь 35. У возраста пусть будет 3. Здесь также 35 и 25. Также поставим заранее автоинкремент, чтобы посмотреть, как это будет работать. И индекс праймаль. То есть, как вы видите, без указания длины и значения нам PHPMyAdmin не разрешал сохранять нашу таблицу. На этом мы можем пробовать ее сохранить снова. Имя Table является зарезергированным словом MySQL. Значит, нет. Раз она зарезергирована, нам потребуется изменить его на другое название. Пусть будет Table, нижнее подчеркивание, Users. И еще раз пробуем сохранить. Видим, что пошла обработка событий. И сейчас мы наблюдаем структуру таблицы, которую мы только что создали. В этой структуре можно изменять наши поля ID, Name, Age, Login. То есть, если мы даже уже создали с вами какой-то определенный тип и задали правила для этих полей, мы всегда их можем изменить. Например, указать нул возрасту или поменять размерность. А также данные поля можно удалить. Еще мы посмотрим с вами на вкладку Операции. На вкладке Операции у нас есть название нашей таблицы, а также название базы данных, в которой она находится. Здесь можно переименовать нашу таблицу, настроить определенные привилегии, делать комментарии к таблице. А также внизу есть параметры удаления данных и удаления таблицы. То есть, на вкладке Операции происходят различные параметры администрирования нашей таблицы. Теперь мы с вами рассмотрим создание запроса. Мы уже посмотрели, как это делается в консоли. Теперь посмотрим вариант создания запроса непосредственно на Localhost. Есть вкладка SQL. Если перейти на эту вкладку, то тут будет уже подготовлен какой-то запрос стандартный. Мы можем посмотреть, что здесь есть. Select, Insert, Update, Delete. Все эти команды можно применить и посмотреть, как они будут выглядеть. То есть, если мы нажмем на Insert, вот, пожалуйста, пример команды SQL и как нам нужно записывать определенные параметры. Благодаря этому мы с вами при создании и разработке сможем гораздо проще разбираться с SQL-запросом, потому что phpMyAdmin предлагает вот такой функционал в виде примера, к которому мы всегда можем обратиться и посмотреть на синтексис. При этом даже здесь есть своя консоль. Она находится в самом низу. Я могу ее сейчас вызвать. Предположим, выбираем Select. То есть, здесь выбрали Select. Нажали вперед. И у нас вернулся пустой с вами результат, потому что в данный момент наша с вами таблица, она пустая. То есть, никаких данных в ней нет. Это можно было сделать точно так же и через консоль. То есть, кому как удобно. Давайте же попробуем ввести какие-то данные, используя уже готовый код. Возвращаемся обратно в SQL. Используем код, который у нас здесь есть. Копируем его. Вставляем. И теперь его немного подредактируем. В первую очередь нам нужно здесь вместо Select использовать Insert. Значит, видим, что в консоль мы записали. У нас все работает. Посмотрим на наш Insert. Значит, Insert нам платформа phpMyAdmin сразу же выдала. Мы ее копируем и попробуем вставить в консоль. Значит, можно писать и в консоли, можно писать и здесь. Любой вариант возможен. Значит, по Insert нам нужно использовать Table Users. Она у нас здесь стоит. Далее. Мы хотим, предположим, записать. ID нам уже не нужно, потому что он у нас автоинкрементом идет и будет заполняться автоматически. Значит, мы хотим имя. Далее. Возраст записать. Логин. И пароль. В качестве переменных. Здесь нам представлены примеры, как надо записывать эти перемены. Давайте это все удалим, почистим. и напишем тут. Значит, у нас здесь будет Илья запятая 25 в качестве возраста. Далее. Пусть будет логин MONG. Скажем так, какой-нибудь такой логин. Далее. Запятая. И напишем 1, 2, 3, 4, 5. Ставим еще одну одинарную кавычку. И закрываем точкой запятой. Далее нажимаем Enter. После того, как мы нажали Enter, мы с вами видим, чтобы выполнить запрос, нужно применить комбинацию клавиш Ctrl-Enter. Нажимаем Ctrl-Enter. У нас запрос выполнился. Добавляется одна строка и индивификатор вставленной строки единица. То есть, по сути, это наш ID. Давайте прикроем консоль и посмотрим на структуру. Значит, переходим в структуру. Далее переходим в Table Users. И здесь с вами видим, вот он мой юзер, который я только что добавил. По ID-шнику 1 самостоятельно добавилось, так как это автоингримент. Далее Name наш, возраст, логин и пароль. На самом деле здесь в обзоре мы тоже можем менять эти данные. если нажимаем кнопку изменить, то в довольно-таки приятном формате мы можем поменять наши значения, выполнить нашу SQL функцию и у нас применится все это к нашим данным. Здесь также можно попробовать вставить дополнительную строку, то есть выполнить запрос на вставку самостоятельно из SQL и данные у нас будет подтягиваться также в базу. Тем самым мы сейчас посмотрели на то, как это все работает и в дальнейшем сможем реализовать это для нашего проекта. раскрыть вставка 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 и внутри наличие на